Глава округа Дмитрий Акулов провел встречу с жителями дома номер 7 по улице Октябрьска в Пересвете на повестке судьба дома и самих жителей. Напомним, вечером в понедельник 29 января из-за угрозы обрушения фасада из одной секции здания бывшего общежития людей пришлось эвакуировать. Одни отправились к родственникам, других разместили в гостиницах и хостелах. Дом на Октябрьска обследовали специалисты стройконтроля Московской области и на сегодня уже известно, что здание не признано аварийным и подлежит капитальному ремонту. Теперь предстоит вместе с фондом капремонта определить перечень и сроки проведения работ. По срокам договорились, что будет еще одна встреча, соответственно, на которой мы уже более подробно все расскажем. Еще один важный вопрос, который волнует жителей, это оплата коммунальных услуг. Ведь по факту люди в доме сейчас не живут, а за отопление, например, начисления идут. Из электричества платят по нормативу. Администрация уже ведет переговоры с ресурсниками, чтобы жильцов освободили от оплаты счетов с 30 января на основании решения комиссии по чрезвычайным ситуациям об эвакуации. Провел переговоры с главным инженером НИЦ РКП, то есть написано письмо в их адрес с просьбой списать эти деньги. Он, безусловно, будет согласовывать это с руководством, но подход у них в целом положительный. По содержанию текущему ремонту, который вы платите от ООЖКЦ, они положительно рассмотрят вопрос о том, чтобы прекратить начисления с момента эвакуации. После собрания глава округа проведал жильцов, которые переехали из гостиницы в маневренный фонд. Такое жилье будет предоставлено тем, кто зарегистрирован в пострадавшем доме и не имеет в собственности другого жилья. Одна из них – Марина Владимировна Клименко. Она уже успела перевезти вещи, и из окна ее комнаты как раз можно увидеть седьмой дом. Тепло, хорошо? Да. Ну, все хорошо, ладно. Ну, вам как раз из окна будет видно, что здесь происходит. Да, да, да. Так оно и есть. К слову, сейчас вход в подъезд седьмого дома разрешен только в сопровождении сотрудника МЧС с 9 до 11 утра и 6 до 8 вечера. При себе необходимы меддокументы, удостоверяющие личность. Всю актуальную информацию по ситуации с домом жители смогут получить в территориальном управлении города Пересвет. Екатерина Фурсова, Светлана Гирина, Дмитрий Зайчиков, ТВР24.